покажи вот так шпуля хочет кушать вот так шпуля у нас все кошки трутся ноги а вот шпуля вот так нам показывает да вот так шпуля хочет кушать лёшик там заваривает сейчас потерпи ножка и будем кушать потерпи как ты хочешь кусать так шпуля хочет кушать да да сейчас будем кучать ой будем кучить до верти хвостик верти хвостик как шпуля хочет кушать как покажи как Вот так, вот так Сейчас, шпулечка, сейчас Вот так, вот так Куси, моя сладенькая Куси, моя девочка Так выпросила А еще достать А лапа на что у тебя? Лапа на что? Оно еле-еле теплая, шпуля Она любит, чтобы остыло все Ты что, про лапку свою забыла? Ты же как вилкой пользуешься ею Ну Ну, а теперь лапкой доставай Как лапкой достать надо? Как? Лапкой доставай Ну, давай, доставай Вот Молодец Ой, какая молодец Так она прям в рот кладет Ты, моя сладкая Кушай, кушай мяско Сейчас пойду из морозильника достану Все, закончилось мяско Надо размораживаться достать Ну, эти мои девочки Кушай, кушай Ну что, друзья Давайте покажу, чем я сегодня занималась На улице тепло Плюс дождя нет Я, наконец-то, покрасила вот эту решетку для камина Здесь ее прикрепила И уже потом вам покажу Я уже нашла решение Как ее прикрепить к камину С обратной стороны Там приклеен джут И именно на этот джут И будет клеиться эта решеточка к камину Но потом, когда высохнет, я вам ее покажу Ну что, друзья Решеточка высохла Вот показываю, что я вклеила вот в эти выемки Вот здесь, видите, вот такие дужки сделаны А внутри пустота Вот в эту пустоту я вклеила джут Так, чтобы он выходил За саму решетку Саму пластмасску И вот этот джут я сейчас буду мазать клеем И приклеивать к нашему камину То есть вот здесь сейчас я промажу клеем И просто прислоню к камину Потому что там дерево Здесь джут А джут и дерево очень хорошо клеятся Ну вот и все Все на месте Камин потрескивает Немножечко буду подходить Придавливать Клеем не могу В смысле скотчем не могу Отлетит краска Если вы помните Это пластмассовая решетка Здесь плохо держится краска Если я прижму скотчем Я боюсь, что эта краска потом останется на скотч Какой бы он ни был Монтажный или обычный Вы там мне писали Монтажный скотч не оставляет следов Оставляет, друзья Мы так испортили Вот эти фронтальные панели Которые в терраске Из МДФ Тоже там приклеили Монтажным скотчем И скотч содрал краску Так что не всегда Монтажный скотч Не делает беды Да, он менее Так скажем С содержанием клея Или там другой клей Но будьте осторожны Бывает такое Что монтажный скотч Тоже снимает краску В общем Теперь камин Полностью готов Был вопрос Так же А что у камина Не будет вот здесь Плинтуса Да, друзья Не будет Я считаю, что здесь Он лишний Хватит нам Плинтуса Который Вверху камина Вот это Обрамление А внизу Плинтуса Не будет Можно, конечно Было бы Вот сюда Не на самый низ А вот сюда Как-то немножко Вот здесь Вот округлить Но я не хочу Мне и так Все хорошо Как Лешик говорит Слишком хорошо Тоже не хорошо И сегодня Я уже посадила Рядок чеснока В пакетике У меня чеснок Закончился Пошла в дом Ну, короче Разделила чеснок На зубки И сейчас Мы с вами Пойдем его сажать Посажу Как я это делаю В ноябре Когда в огороде Грязюка Еще та Еще сегодня Пообрезала Вот эти Хризантинки Здесь немножко Осталось вынести Основную часть Я уже в компост Унесла Вот Подвязала Юлку Вот вы видите И одела Вот такой стул Потом Может быть Что-то Может быть Полиэтилен Что-то такое На стул положу И там будет В моей юке Тепло И обрезала Малину Ну, в малину Я уже не пойду В общем Потихонечку Закругляются Вот эти Все осенние Процедуры Ну, а сейчас Пойдем Возьмем чеснок И Покажу я Как я это дело Сажаю Да Вылила Из ванной Воду Вытащила Лед Потом, конечно же Весной Все это дело Помоется Вот Чтобы Ну, сухая ванная Была В зиму Может быть Еще и дожди Будут Нальет В ванную Ну, вылью Еще раз Вот Пойдемте Пройдем Видите Даже Даже Вода Еще стоит Еще ночью Шел дождь Вот Это все У меня Уже Посажено Засажено Чесноком Вот Это Деляночка А Вот Здесь Я уже Сегодня Здесь земля Не копана И хорошо Что я ее Не вскопала Просто Выкопала Картошку И все Здесь была Картошка Сейчас Поставлю Чеснок И вот Вы видите Вот Такие Ямки Это Я не Зарывала Чтобы Мне Видеть Где Этот Рядок Следующий Рядок Буду Делать И конечно Предыдущий Зарывать Вот У меня Вот Такая Вот Такой Сейчас Я почищу Забор Вот Такой Маленький Мастерочек Помню Воби Покупала В Москве И вот И вот Так Вот Я Выкапываю Чисто Небольшую Ямочку И Втыкаю Туда Чеснок Вот Таким Вот Образом И Так Я хоть Немного Ну Это Я сейчас Только вышла В этих Сапогах Липнет Конечно Но не так Как Если бы Земля Была Вскопана В прошлом Году Я тоже Делала Вот такие Дырки В прошлом Году Вообще Сажала 3 декабря Как сейчас Помню Так Ну Вот Эту Дырочку Сделали А эту Зароем Вот Таким Вот Образом При Помощи Вот Такого Тоненького Мастерка Видите Как Липнет Я Представляю Что Было Бы С Лопатой И Вот Моя Задача Сегодня Вот Здесь Досадить Этот Чеснок Вот До Этой Сливы Это Слива У Нас Черно Слив Стэнли Вот Так Называется Вот Сегодня По-моему 24 Ноября Я Сажаю Чеснок Досаживаю Вернее Досаживаю Чеснок Вон Еще Снег Лежит Кое-где Ну В общем Я думаю Что еще Не один Такой Денек Будет Никакие Календари Теперь Я соблюдать Не буду Будет Погода Позволять Значит Надо Сажать Как же Хорошо Друзья Когда Есть Заготовочки Вот Он Мой Красавец Перчик Перчик Темп Так Назывался Назывались Семена Вот Сейчас Достала Свой Морсик И Тушу Перчик Как же Будет Вкусненько А Еще Достала Еще Одну Заготовочку Достала Замороженные Кабачки Натертые На терочке Порционно Нажарю Оладушков Из кабачков Решила Вам Показать Какое Новое Здание Построилось Это больница Я не знаю Какое там Отделение Ну это Вот Буквально В том Году Мы только Приехали Сюда Там Был Только Фундамент Вот За год Построилось Вот Такое Красивое Здание Вот Это Тоже Больница А Вот Это Наша Поликлиника Вот Стоматология Находится На улице 8 Марта А Это Вот Такой Я бы Сказала Больничный Городок Все Находится Недалеко В пешей Доступности От моего Дома Буквально 5 минут Вот Ну а я Направляюсь В гости К Шуре Это Магазин Овощей И фрукты Надо Купить Фруктиков Ну и Посмотреть Есть ли Еще там Ящички Из-под Овощей И пару Ящичков Взять Для Моих Пуфиков По Эту Сторону Здесь Тоже Магазины Вот Вдалеке Магазин Запчастей Это Жилой Домик Здесь Тоже Магазин Наверное Сатый Огород Усадьба Называется Такое Приличное Здание Везде Чистота Порядочек Вот Ну и Вот Еще Сторца Вернее Это Фасад Уже Здание Поликлиники Вот это Розовое Розового Персикового Цвета Вот Стоянки Для Автомобилей В общем В нашем Городе Есть Все Вот Еще Магазинчик Называется Татьяна Торговый дом Татьяна И Рядом Вот Такое Жилое Строение Повторю Что Наш Городок Состоит В основном Из Частного Сектора Очень Красивое Здание Вот Т.Д. Татьяна Но я Там Ни разу Не была Я В основном Покупаю На Вайлберис А название Вот Этого Ларечка Между Булок Меня Улыбнуло Эх Жаль Сейчас Нет Задорного В живых Он бы Эту Тему Раскрутил Еще Как А вот Посмотрите Какой Шедевр Вот Прям Хатка Мазанка Еще И Кошка На Фундаменте Сидит Ну Прям Машина Времени Ух Какие Орхидеи Я Нашла В окне Конечно Некрасиво Так Но Не смогла Не удержалась Класс Смотрите Какая Красота А вот Салон Красоты Шар Здесь Я Пару Раз Стриглась Пока Потом Нашла Лауру И Теперь Хожу В салон Стиль А вот Это Наша Пожарная Часть Такие Вот Высокие Ворота Селфи Палку Не взяла Камера Дрожит Как Не стараюсь Ити Медленно Все равно Все дрожит Видите Везде Частный Сектор Везде Практически Вот дом Двухэтажный Самые Высокие Дома Это Пятиэтажки Их Здесь Совсем Немного А вот Дом Где Год назад Продавалась Квартира Я уже Купила Дом А Анечка Еще Нет И я Присматривала Тоже Для нее Квартиры Так вот Эта Квартира Стоила Три Миллиона Рублей Здесь Трешка На втором Этаже Вот сейчас Объявление Не висит Наверное Продано А может быть Сняли Объявление Обратите Внимание Как подстрижены Кусты Можжевельника Видите Все Аккуратненько Садовые Службы Работают Вдалеке Гостиница Или отель Раненбург Вот он Этот отель Раненбург Ну а там Еще 5 минут И я ушу Даже 2 Вот еще Одна Парикмахерская Это Здесь Была Моя Самая Первая Стрижка В городе Чаплыгин И больше Я сюда Не ногой Я думаю Вы меня Поняли Всего Один ящичек Да и то Не тот Который Я хотела Нет Этот ящик Я брать Не буду Не повезло Ну вот Друзья Что у меня Уже Получается С шапочкой Очень Красивый Аран Схему Я постараюсь Вставить В этом Ролике Схема Простая Вообще Узор Вяжется Просто Намного Проще Того Арана Который Вот Я вязала На лобную Повязку Потом Подарила Это дочери Как Небольшой Шарф Воротничок Может быть Потому Что Не было Схемы И поэтому Я вязала По видео Я оставляла Тоже ссылку На то Произведение Искусства А по видео Вы знаете Я не люблю Вязать Я люблю Вязать По схеме Здесь У меня Вот такая Кошачья Семейка Вот Эту шапочку Вы также Можете найти С подробным Мастер-классом Сейчас у меня Компьютер Откроется Я вам Все покажу И расскажу Но Я вязала По схеме Единственное Что Вот Эту Косичку Вот Вот Эту Я Конечно же Посмотрела Как Девушка Вяжет Но Там В принципе Ничего Сложного Здесь Переплетение Всего Из двух Петель Перехреста Эти Перехрещивания В одном Ряду В одну Сторону Петелька За работой Остается В другую Перед работой Но Я Чтобы не путаться Мне В общем Решила Так Ну и потом Изнаночный ряд Провязываются Все петли Как смотрят Это вы знаете Так вот Вот здесь Вам подскажу Чтобы не путаться Вот в этом Зигзаге Если Идет Наклон Петли Вправо То Это Значит Петельку Нужно Оставить Перед работой Если Идет Наклон Петли Влево То Петельку Нужно Оставить За работой Сделать Вот этот Перекрест Вот и Все Ну а Так Вяжу Здесь Получается Что Уже Два Раппорта Узора Вот этого Орана Два Раппорта Друзья Мне Нужно Провязать Еще Полтора Вверх Раппорт Всего 14 петель Вверх Я сейчас Вам покажу Схему Ну и Повторюсь Там Ссылочку На канал Этой девушки Девушка По-моему С Украины Я слышу Акцент Вот Ну Русскоязыч Как говорится Не перешла На мову Отдельно Ей Благодарю Потому что Естественно В России Мало Кто Понимает Мову Учить Естественно Ее Никто Не будет Специально Вот Поэтому Я Совершенно Так Скажем Безвозмездно Немножечко Помогу Этой Девушке И Дам Ей Ссылочку На Ее Канал Там Много Интересного Так Что Пройдете И Все Увидите Значит Пряжа У меня Я уже Говорила Здесь Вот Это Вот В клубочке Это пряжа Носочная Апал Она Дорогая И Для носков Ее Ну Никак Не хочу Использовать У меня Светера Из нее Вяжутся Пальто Которое Безрукового Светланы Волкодав Тоже Из этой Носочной Пряжи Кого Позволяют Финансы Тоже Присмотритесь К этой Пряжи Апал Там 25% Полиэстер По-моему Остальное Шерсть И Вот Это Мягенькая Пряжа Посмотрите Какая Она Воздушная Вот Тоже Неоднозначное Отношение К ней Кто-то Ее Хвалит Кто-то Ругает Это Силки Ву От Янарт Здесь 35% Силк Райан Это Шелк И 60% Мириновол 25 грамм Моточек 190 метров Вот У меня Еще Осталось Пару Таких Моточков Может Быть Я Свяжу Еще И Сюда Вот Этот Снут Воротник К этой Шапочке Ну а ранчик Просто Прелесть Прелестная Постирается Будет Еще Лучше Выглядеть И Вы Просили Меня Показать Вот Этот Снут Кстати Он Тоже Подойдет К этой Шапочке Почему Бы Нет Вот Этот Мой Снут Друзья Я Честно Говоря Уже Не знаю Что Здесь За Нитка Ну Какая То Пушистенькая Вот Прям Прям Пушок Какая Попалась Красненькая Где-то Прицепилась Вот Может Здесь Даже Махер Не знаю Ни пряжу Ни как Вязала Но Здесь Походу Вязалась Вот Так Вот Здесь Платочная Вязка Потом Вот Ажурная И Она Здесь Либо Уменьшается Либо Увеличиваются Петли Чтобы Вот Такая Вот Гармошечка Получилась Не помню Друзья Вообще Не помню Где Я Это Нашла Что Это За Узор Вот Такой Снудик Воротник Вот Здесь По-моему Я Соединяла Методом Трех Спиц Может Быть Даже Это Изнанка Хотя Он Что С одной Стороны Что С другой Стороны Да Наверное Там Была Изнанка Вот Можно Одевать Как Челму Но Мне Не Идут Не Идет Челма Я Использую Это Как Снуд Воротник Очень Люблю Такие Вещи Мало Пряжи Уходит Быстро Связать И Очень Удобно Тепло Для Шеи То Что Нужно Так Вашу Просьбу Я Выполнила Но Друзья Не помню Как Я Это Вязала Честно Не Помню Я Бы С Вами Поделилась Ой Это Покрывало Прям Все Сливается Ну Ладно Уже Начала Снимать Пусть Так Тому И Быть Вот Показываю Вам Мастер Класс От Этой Девушки К сожалению Я Не знаю Как Ее Зовут Вот Так Будет Выглядеть Это Шапочка Значит Канал Уроки Вязания Вот Так Называется Канал Интересный Канал Я Уже О нем Вам Рассказывала Ссылку На него Конечно Ножи Оставлю И Видео Называется Вяжем Шапку С Аранами Очень Попетельный Мастер Класс Очень Хороший Прям Кланяюсь В ноги Вам Дорогая Девушка За Такие Подвиги И За Такое Безоплатное Произведение Эти Видео Друзья Очень Очень Дорогого Стоит Поверьте Мне Ну И Вот Что У меня Получилось Я Надеюсь Похоже Вот Конечно Я не буду Вот этот Помпон Цеплять Но Получится Вот Такая Красивая Шапочка Кстати Здесь У нее Под видео Вы найдете И Схему Узора Она Правда Там Без Обозначений Но Вы Первые Рядочки Посмотрите Как Куда Петельки Лежат То Что Она Говорит И Вы Потом Уже Разберетесь И Со Схемой Да В принципе Могу Вот Так Вот Вам Показать Эту Схему Здесь Всего Вы Видите 13 Рядов 14 Это Изнаночный Будем Говорить Что 14 Рядов Вверх Узор Состоит Из 16 Петель Но Набирала Я 100 Петель Как Все По Видео Я Не Буду Вам Останавливаться Посмотрите Видео И Кто Захочет Связать Вот Такую Красивую Шапочку Я Думаю Что Не Составит Труда И Видео Этой Девушки С Канала Уроки Вязания Вам В помощь Ну А Я Вам Сейчас Покажу Что Вчера Я Прикрутила Вернее Здесь Были Прикручены Уже Крепления Для Рулонных Штор Все Вы Помните Эти Шторы Которые Я Шила Сама Пока Еще Формировалась Так Скажем Формировался Интерьер В нашей Комнате Но Сейчас Вот Опять Я Их Прикрепила Знаете Почему Потому Что Очень Удобно Я Потяну За Вот Этот Штора Опускается И У Меня Батареи Все Раскрытые Если Я Закрываю Вот Эту Штору На Ночь Штора Закрывает Батареи И Все Тепло Идет Под Штору Так Что На Время Зимы Пока Я Прикрутила Эти Шторы Они В принципе Гармонируют С Этой Нашей Стеной Такие Серые Незатейливые Но Очень Очень Удобно У нас За окном Серость В Москве Сегодня Минус Пять Лешек Звонил У нас Еще Не выходило Но Я думаю Что Около Одного Градуса Мороза Снег Весь Растаял И Больше Не Пошел В Москве Говорит Лешек Лежит Снег Все Мои Хорошие На Этой Ноте Я Буду Заканчивать Сегодняшнее Видео Я Думаю Вам Было Интересно Познавательно Я Вас Всех Обнимаю Всех Люблю И До Скорых Встреч С вами Была Елена Ситникова Пока Пока